остающиеся после прилива. В этих водоемах присутствует оптимальное для возникновения простейших микроорганизмов сочетание условий. Если мы думаем о ключевых факторах, участвовавших в появлении жизни, одним из них, несомненно, был достаточно концентрированный раствор. Жизнь не могла возникнуть в ненасыщенном растворе, так как иначе молекулы бы не смогли отыскать друг друга. Молекулы блуждают в пространстве, они могут реагировать, только сталкиваясь. Это означает, что должен присутствовать механизм концентрации. Эти лужи соответствуют данному требованию, потому что, когда они высыхают, все в них становится более насыщенным. В этой лаборатории воссоздаются условия водоемов. Доктор Диммер хочет проследить, как в сходных условиях появилась жизнь. Представьте себе, волна схлынула, и водоем высыхает, оставляя после себя тонкую пленку органического вещества. Вероятно, простые органические вещества были на Земле до появления жизни. Прилив взбалтывает субстанцию. А после этого Солнце дает источник тепла. Подводим. 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 Подводим.